Трудный час В мире все искуситель сатана Лишь джихад, лишь джихад и жизни сна Впереди ждут жестокие бои Впереди ждут отжалов и палки И в огне долго будет мир пылать Впереди ждут жестокие бои Впереди ждут отжалов и палки И в огне будет долго мир пылать Голос буду всех тебе взывать Мы тебя освободим Бог души оставим Только к Аллаху обратим Будет наш Иерусалим Горы, пепла и огня К нам войну твои войска И молитвам их в нем ли Души вечной Забери Иерусалим 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 Маленький Нас там трое тогда сидело Я Федька и Еврей один Коммерческий Из Владикавказа кажется Ага Семен Да Мы с Федькой дрова тогда пилили Когда их на грузовике привезли С ним еще наших двое было Семен Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Могат DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А мы черные, у нас и море черное. Пацанов за что? А я этого куска три года искал. Тридцать тысячи долларов свои отдал, чтобы найти. Он брата моего расстрелил. Я его в Ростове нашел. Он еще много мусульманов правоверных убивал. А салагу? А кому такой нужен? Контрактник, с заводкой пошел. Война идет, а он пост бросил. Хорошо это, а, Иван? Нет. Все делятся на пастухов и баранов. Кто дает себе опаски резать, бараны? Русские. Есть среди вас люди. Я под Верхоянским видел одного на зоне законы сильнее, как Ногча. Если б такие Россией бы управляли, могли бы война победить. Но такие мало у вас. Вы глупые и слабые. И правят вами, дураки. Аслан, постышь, проверите ночь. Олег, нормально, да. Украину отдали. Казахстан. Полстраны отдали. Просто так. Скоро Дальний Восток китайцы заберет. Вот вы со мной воюете. А у меня в Москве гостиниц, три ресторана, четыре бригады. Питер, Москва, Самара. Я русских даю, как коз. А они еще мне бюджета, деньги дают. Ты знаешь, почему плохо воюешь? Не знаешь? Потому что ты не за Родину воюешь. А воюешь, потому что тебя пригнали, как баран. А я вот, я предков своих до седьмого колена знаю. Я потомок Нюрида, хаджи, козы. Он сто пятьдесят лет назад ваших резал. Это моя земля. И я буду чистить ее от собак неверных. Пока до Волгограда ни одного русского не останется. Понял? Что про нас в интернет пишут? Да спутник улетел, сейчас другой поймаем. Слышь, Аслан, скажи своим, чтобы по голове меня не били, ладно? Это же интернет, здесь думать надо. И по-английски много. Да, еще эти просили помыться иностранцы. А, 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 а! Ах! 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 Пошел! Иди сюда! Я заплачу! Я заплачу! Иди сюда! Я заплачу! Я заплачу! По законам шариата отнимать деньги у евреев на введение дальнейших боевых действий считается законным. Пока вы не путете, платите! Я заплачу! Мы будем отрезать вам пальцы! Ах! 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 А Я не понял, тогда я просто сказал, что они не евреев, не любят. А можно мне еще сигаретку? Ну про евреев он сразу понял, а что все это для него делалось, что готовили его. Че там масла на эти Семенов 70 штук? Джону ведь вместе ничего про окна не говорили. Они ж как, одних бьют, других пугают. Им главное сломать человека, чтобы он сам отдал. Уж чего-чего сломать они умеют. Ну а потом нас увезли. Это нарушение прав человека. Покут! 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 Субтитры делал DimaTorzok Куда нас везут? Делай, что говорят. Зачем они нас сюда привезли? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот я думаю, отпускать тебя, Иван, или нет? Поксист тебя совсем плохой. Денег за тебя нет. А кто в интернет ходить будет? Капитан. Капитан. Я знаю, что на письме ты адрес не тот писал. Ты говорил. Ладно, скажи там про капитан. Я устал уже. Мне жалко убивать. Я за него пятьдесят тысяч платил. Если племянника не выпустят, то мне эти деньги отдаст, а? Скажи, еще месяц и все. Как думаешь, этот деньги соберет? Думаю, соберет. Жениться хочет. Скажи, пусть считает сегодня. У него есть два месяца, а то ненаком жениться будет. Все, больше не приходи. Второй раз не отпущу. А как он деньги передаст? Та хочет, передаст. Пусть телефон даст. Я позвоню. Деве телефон номер. Напиши свой телефон. Отдай мне. Пусть посмотрит потом. Нет, не в Грозный везут. Эти люди, Иван, они террористы. Иван, это террористы. Вы не договариваете с террористами. Аслан сказал, что время пошло с 30 августа. Да, но он блефует. Он блефует. Он не будет. Он не будет. Мы никогда не оставили Россию. Это Россия. Ваша секретная служба должна освободить капитана. Ты соберешь деньги? Не знаю. Зачем сказал, что соберешь? Не знаю. Нет, везут не в Грозный. Да не суетистый. Сейчас остановят машину и расстреляют. Знаешь же, Аслан. Да, король от. Он отпустил нас. Я не знаю, почему. Денег за нас не платили, это точно. Если бы это был Хаттапа или Басаев, я бы еще понял. Политика там. А кто такой Гугаев? Думаю, это бандитские разборки с местом ФСБ. Я потом разговаривал с одним парнем. Он говорит, бывает так. ФСБшник кого-то из бандитов ему отдает, а себе галочку ставит. Объявили, конечно, что спецподразделения провели успешную операцию по освобождению заложников. Ну, обычная байда, короче. Да мне тогда пофиг было, кто там что провел. А можно мне водички еще? Они должны были отпустить сначала ее. Бесплатно. Да, должны. Может быть, отпустит? Нет, не отпустит. Аслан ждет деньги. Они же не отрежут ей голову. Короче, на вот. Себе от Аслана. Что это? I think it's about it. Думаю про это. Не знаю. Да дешево. За простого солдата много не дают. Мы же не эти, как их. Но не коммерческие. Так. Рабы, короче. А за коммерческого сколько дают? Ну, это по-разному. Шатое биржа есть. Там цены сильно скачут. Купить одно, а заказать уже совсем другое. Это как заказать? Ну, а как убийство заказывать? Ну, вы прям как с луны. Так это бандиты. А чеченцы и есть бандиты. Все? Да все. Это вас озлобленность говорит. Ну, вам виднее. Слушай, журналист, дай сигаретку лучше, а? Казалось, я теряю рассудок. Когда сидишь в темноте, не знаешь, день сейчас или ночь. Это страшно. Потом нас перевезли в подвал. Там были русские. Один из них Иван. Немного говорил по-английски. Стало полегче. Доробы мы были. Вот и должны были свою еду отрабатывать. Вот и работали. А что делали? Да все. Где дрова пилили, где поле работали, где окопы рыли. По-разному. Трудно было? Да нет. Лучше, чем в подвале сидеть. Били только отморозки. Они заширяются и развлекаются палками или ногами. А еще есть хотелось. И соли нет. Играет пилили, где корейдора. Кар sunshine дропс aa а博. Воронras да и соса. Вонра,ologем. Играет пилили, где взрахsteх. Играет пианино. Играет пианино. Шан-к! Это Bundesна. Играет память wiped опр� today. Играет пианино. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» До Тобольска, через Питер Слышь, будешь в Нижнем, вот Иван, ты знаешь, я Ладно, давай, короче, может, свидимся еще Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Ну, все, как Аслан говорил И когда шел к Медведевым, я уже знал, что там глухо Они хорошие люди Говорили со мной, чаем поели А я сидел и думал, что у меня носки воняют Вы не стесняйтесь, берите еще Спасибо! Спасибо! И что же он там делает? Да ничего, сидит, обмена ждет И что же он не меняет? Мама! Ну, просто чеченец этот Был приговорен к смертной казни Вот, ну, а потом мораторий, все такое Ну, он особо опасный преступник И МВД не хочет его отпускать Ну, тянут и тянут А чего ж они тянут? Мама, сходите, поставьте еще чай А что, мама, чего тянут? Зачем им нужен этот чеченский бандит? Если его все равно расстрелять хотели, я не понимаю Вот я всегда говорила Что ничего хорошего от этих кемков не будет Я никогда у них мандарины не покупала Скажите, Иван, он правда здоров? Правда? Ну, как вам еще объяснить? Ну, вот я по-вашему здоров Ну, вот, а он здоровее меня Просил передать, чтобы вы не волновались Просил передать Мой папа герой Он защищает нашу родину от бандитов Он скоро приедет И мы, как раньше, пойдем с ним в зоопарк Ну, а потом я домой к себе поехал В Тобольск А Джон к себе деньги искать Субтитры подогнал «Симон» Они отрезают людям головы Я повторяю вам, мистер Бойл Совместно с русской стороной мы делаем все возможное Да что вы делаете? Через 45 дней они ее убьют Понимаете? Мистер Бойл, я знаю, как тяжело вам сейчас Но попытайтесь рассуждать здраво Вы здесь, и это прямой результат нашей работы Да какая работа? Я вам уже часто алдыча, что меня просто послали за деньгами Я видел, как они отрезают людям пальцы Мистер Бойл, но вы же разумный человек Вы же понимаете всю абсурдность требования двух миллионов фунтов за заложника Я думаю, чеченцы понимают это не хуже нас К тому же вы знаете политику правительства и ее величества В отношении выкупа заложников у террористов Не дай мне на чеченцы Мистер Бойл Что за аистрики? Натанно не вредит с Россией Скажи Аслану, что мне не дадут деньги Скажи Аслану, что я привезу деньги Скажи Аслану, что я привезу деньги Я тоже не дадут маргарете Я не понимаю Маргарет Маргарет! Маргарет? Маргарет! Маргарет! Как ты? Я привезу деньги. Я вытащу тебя. Главное, держись. И как ты собираешься достать деньги? Маргарет, ты продашь все. Ты сделаешь все, чтобы достать деньги. Не будь смешным, Джон. Ты хочешь, чтобы я за такой срок продал твою недвижимость или взял под нее такую сумму наличными? Ты зажравшаяся свинья. Ты понимаешь, что она в яме сидит? Ты знаешь, что такое, когда тебя пинают по голове? Ты знаешь, что ее изнасилуют, а потом отрежут голову? Знаешь? Потому что я знаю! Потому что там не Англия, там Россия. И если правительство Великобритании не соизволит вызволить подданную ее величество из варвардского плена, то я все равно найду деньги и выкуплю ее. Вы считаете, что военные действия русских в Чечне справедливы? Я Сэм Кроу. Я представляю Channel 4. Вы можете мне отвечать сейчас, но если ваше намерение ехать с выкупом в Чечню серьезно, то позвоните мне. Наша компания может предложить вам 200 тысяч фунтов. Нам нужен видеоматериал обо всем происходящем там. Мы дадим вам камеру. Мы хотим, чтобы вы отразили все события с подробными комментариями всего происходящего. Я связался с родителями Маргарет в Дании. Даже если продать твой дом и все, что принадлежит Маргарет, получится около 400 тысяч фунтов. Но боюсь, они не успеют. А еще миллион шестьсот. Все это займет дней пять. Осталось сорок два дня. Так что продавать? Да. Правильно. Надо передать то, что есть. Они же должны понимать, лучше что-то, чем ничего. Зачем им убивать женщину, если можно получить 400 тысяч фунтов? Это же громадные деньги. Я не представляю, куда в горах можно деть 400 тысяч фунтов. Да там сто фунтов, наверное, негде потратить. Зарыть разве? А-а-а! Бать, ты что? Так ты вроде ж как-то вольне! Ну че, не узнаешь меня? Ну Шамаков, Степан, ну! Ну... Ну че, все что ли? Что? Ну майнат! А-а-а! Так магазин надо бы! А-а! Я пацанам скажу! Как батя-то? А че батя? Дюгон это... В больнице? Наверху? Тебе в данный ныне и приисно, и во веки веку... Аминь! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Сарю небесный, утешителю души и истины! Иже везде сей вся исполняет сокровища благих и жизни подателю. Приисели серны, и очистины вся те скверны! Здорово, Слева! Здорово, Иван! Ты бумажки-то разверни! Святый Боже, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Крепкий! А дома и не изменилось ничего. Одно слово. Сибирь. Вроде два года прошло, а я как и не уезжал. Слева как был бандит в школе, так и остался. Родители отмазали его от армии, а зря. Хоть бы на мир посмотрел, а Вась понял бы че. Да здесь ведь большинство дальше Тюмени не заезжали. Мама только постарела сильно. И батя сдал. Здорово, Зинка. Слышь, тут батя у меня где-то. Иван, привет! А мы тут тебя вчера по телеку видели. Зин, батя у меня тут. Слушай, а ты Катьку-то видел? Зин, батя у меня тут. А, а щас. А щас. А щас. Я че пью за сын? Скучно че-то жить стало. До сорока лет вроде жил. А потом все. Куда ни глянь, тоска. Любви нет, Ванька. А это хорошо, что ты на войне-то был. Война из парня мужика делает. А мужиком быть правильно. Мужик, есть сила. Все на нем держится. А вот была вам не сила. А вышла вся. Эх, щас бы встать-то на войну, Ванька. А за мамку ты на меня зла не держи. Хорошая она баба. Просто разлюбил я. Ты потом поймешь. Запомни, сын. Разлюбил уходи. Нельзя без любви жить. Нельзя, сын. Здравствуй. Ваня! Все говорят, по телевизору тебя видели. А я пропустила, вот. Да вот дело тоже, мам. Вань! Где ж моя желанная? Где ж моя хорошая? Где ж ты Богом данная? Не в садуль заброшена. Полечу я ангела. За моей любимою. Стану любоваться ей, как святой картиною. Буду мужем, братом ей. Пусть. Давайте выпьем за братьев наших. Сапика, Увара, Тарана и Тольку, которых с нами больше нет. Простил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пусть. ВСЕЛОЕ ВАЛЬНОР Мы же все в одной школе учились. Кто со мной, кто старше. Тарана я вообще не знал. А Сашка Увар друг мой был. Английское посольство. Субтитры сделал DimaTorzok Он разве не видел видеозаписи? Они отрезают русским солдатам головы. Разве он не понимает, о чем мы говорим? Есть позиция президента Российской Федерации господина Путина выкуп за заложников террористам не платить. Так что извините. Обратитесь в ФСБ. Если они не помогут, я дам вам адресок во Владикавказе. Позвоните, мы договоримся. Я Джон Бойл и это Москва. Все русские организации отказались мне помочь. Но я нашел русского переводчика в Министерстве иностранных дел. Он за тысячу фунтов дал мне телефон бывшего майора КГБ, который занимается выкупом заложников. Он находится во Владикавказе, столице Осетии, на границе с Чечнёй. Теперь мне надо найти переводчика, который поедет со мной и договорится с террористами. А дома я хотел по компьютерам устроиться. Глухо. Как услышит чеченец, репу сразу чешет. Новые технологии у нас говорят. В общем, что говорить. Бортанули меня везде. Я военкомат, там тоже лапша. Да я и без них мог на пристани контейнеры грузить. Вань, давай поженимся. А жить где будем? Вот батя выйдет из больницы и чё? Иван, разгудеть спросил! Встал, тётя Вань! Чай поставь, а. А тебе чё? Сегодня не на работу? Так суббота же! А тебе чё? Сегодня не на работу? Так суббота же! Хороший чай купила. Акбар! 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 Не здесь ни что! Акбар! Акбар! Я ищу Ивана Ермакова! Аааа, вы сурмани. Иван Ермакова! Акбар! Акбар! Ванька что ли? Так ты так бы и сказала! Акбар! 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 Я сейчас в Тиболске, в Сибири. Как он доехал? Я не понимаю. По нашему ни хера. Ладно в Москве в этом на самолёт посадили, а в Тюмени. Автостанцию нашёл, билет купил. На пароме потом меня нашёл. Молодец, короче. Я как увидел, сразу всё понял. Что понял? Да всё. Всё, что будет. Итак, сколько у тебя денег? 450 тысяч пунктов в английском посольстве в Москве и 35 тысяч с собой. За нас. Иван, у меня есть план. Я достал телефон человека во Владикавказе. Он может помочь с передачей денег. Он из КГБ. Покажи. Мы едем в Москву, берём деньги. Едем во Владикавказ. Ты договариваешься с Асланом на 450 тысяч фунтов. КГБ едет в Чечню и привозит Маргарет. Джон, я не поеду. Мы едем во Владикавказ. Ты договариваешься с КГБ. Договариваешься с Асланом. Мы едем домой. Всё, что останется от 35 тысяч фунтов, твоё. Помоги. Я снова в Москве с Иваном Ермаковым. У него с собой рождёт с разрешением. Но полиция всё время останавливает нас. В горах. Ну давай, документы посмотрим. А патроны? Патроны? Всё по закону, командир. Ронятся отдельно. Всё в порядке. Счастливо. Д��� персонал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, зачем я поехал. Что не за деньги, точно. А зачем? Не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Ну не, скорее за капитана. Я ведь военкома нашему рассказал про него, помочь просил. У того связи наверху еще с Афганом. А он мне, нахера это тебе? Радуйся, мудак, что сам выбрался. И твоя эта война без тебя разберутся. Разозлился я тогда. Да и Рыжего тоже жалко было. Куда бы он без змеи. Да и че было мне прокатиться в ладья Кавказа и обратно на шару? А ружье и спецодежда зачем тогда? Так на Кавказ же ехали. И вещи хорошие. На охоте всегда пригодятся. Он башляет, а че мне? Здарова, мужики. Я Александр Матросов. Куда едем? Туда. Понял. Слышь, дай я чемодан поставлю. Ты че худой? Гитап фаст. Встань, быстро. Американец что ли? Александр Матросов. Это Джон, а я Иван. Мужики, я Александр Матросов. СВ свободного нет. Пока я вас притесню, скоро тут одни уроды сойдут. А пока я вас угощаю. А? Американец. Что-нибудь еще желаете? Отдыхай пока. Это надежные пацаны. Понимаешь, у них все. Все ответственно. Дал слово все. Назад дороги нет. Да, они уроды черножопые. Да. Но товар поставляют вовремя. Ни разу не темно. О. И че ты там? Авторитетных парней знаешь, да? Вот. Ваня, какой базар? Я Александр Матросов. Короче. Базар у них есть конкретные матроски. Эй, Шершам. Ну иди сюда. Принеси еще лодочки. Ну и поставь здесь что-нибудь. Иди. Че, худой, руганул себе? Ладно. Субтитры делал DimaTorzok 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 Понял. Послезавтра на этом же месте. Я принесу деньги. Только условия у меня. Я с вами поеду. Продолжение следует. Если кто-нибудь попытается заговорить со мной, я должен притвориться немым. Если через три часа его не будет у памятника Ленину, я должен звонить в английское посольство в Москве. А сейчас как-нибудь заедете. За проезд, за проезд. Куда? Нету. А нету, мать. Дай заплачивать. А нету, вот пару пацанов, прислаза себе подвезти. Пару остановок можно пройти, почему? Мать. А нету. Ради бога, честно. Дай заплачивать. Ради бога, мать. Как тут пару остановок-то всего? Сейчас пару остановок можно пройти, пешить. Ты что, заниматься не можешь, паять? Солнце светит, хорошая подруга. Обложили нас круто. Я сразу понял, когда сумки на вокзале забирал. Парни такие смотрят. Рожи бандитские. Еще покруче наших, сибирских. И не меняй, скорее, о нем. А не это... Короче, не я им нужен был. А Джон в трамвай долго уже ехал. Короче, кураж шел такой. Слышь, братан, ты сам откуда? С Нижнего Тагила. Угу. Живляк почти. А я и с тобой, Оська, сам. Долг тянуть еще? Пять месяцев. Срочный? По контракту. А в Чечне был? А ты что думаешь, мы, блядь, здесь сидим? Тебе что надо? Да мне в Чечне надо очень, братан. Помоги, а. Я здесь первый раз. Мы с этой страны не въезжали никогда. Всегда через Моздок. А я не знаю, что здесь, куда. Меня бы только за блокпосты забросили, а там же дорогу найду. А что ты там забыл? Да в плену я там был. Месяц, как дембельнулся, а должок остался. Я ж теперь гражданский. Слушай, подскажи, кому мне, а? А я ж чем смогу. А что у тебя есть? А что тебе надо? Размер какой у тебя? Танец. Танец. Куда едешь? Сейчас по самому седу. А две эта часть не стоит? Семьдесят перо. Чё взёте? Живиться нечем. Чё, пошутил, да? Чё ты смотришь? Чё, всё, что ли, нет? Лежи, не дёргайся. Сейчас их не блокпост будет. Донеси, там наш стоят. Пока, парни. Да вы, мужики, на всю голову ёбни-то есть. Мы уже в Чечне? На этом военном грузовике мы нелегально переехали через блокпост в Чечню. Иван и Мэй, ребята. Стоп, шут! Стоп, шут, я тебе сказал! Не снимай меня! И не снимай людей, что нам помогают! Себя снимай, а не меня. Понял? Турист. Я давно заметил, что он что-то все снимает. Бормочет что-то, а чего? Не, ну когда он со мной говорит, я еще что-то там... А когда так, я ничего не понимаю. А что он кино снимает? Вот вы сказали, а я бы никогда бы не подумал. У него бабу вот-вот убьют, а он кино. Странные они какие-то. А еще интересно, что по-английски снимать и стрелять это одно слово, шут. Я не знал, это он мне потом объяснил. Ну, короче, пошли мы с ним дальше вдвоем. Ну, короче, пошли мы с ним дальше вдвоем. КОНЕЦ 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 Подтянись давай! Жу! Жу! Блин, карта мелкая. Что? Транспорт. Тра... Транспорт! Короче, я как план. У меня есть план. Транспорт-транспорт. Транспорт. Транспорт. Р若-я. Субтитры делал DimaTorzok 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 Стоп! Че, автобус ждешь? Хана тебе, черный! Не стреляй, русский! Чебарья, крестынин колхозник домой идут, стадо ставил. Смотри, сука, я очень много знаю. Одно слово неправды, сразу стреляю. Услышишь слово три, считай, что тебя уже нет. Заводка! Руслан Шабаев! Рабов сколько? Нет рабов! Чебарья, барам пасу! Раз! Два! Нет, сейчас правда! И два! Давно брат отнял за долги. Когда борду сбрел? Два недели меня заставляли! Чебарья, простой горе живу! Где? Ниже не окунь живу! Где осла Гугаев? Раз! Два! Катань юртбил! Три! На, русский! Знаю! Покажу, что хочешь! Смотри, сука, ты теперь раб мой! И первое, что я сделаю, если ты ослушаешься, я тебе башку нахер снесу! Гугаев! Ра! Ты там перевалил! Ах, сейчас дай руку дырче! Вот это разговор! Вставай, пока ты покажешь! Ну, если я хоть на секунду засомневаюсь, что ты говоришь не то, что думаешь, все, считай до трех! Я по-русскому плохо понимаю! Ты говоришь быстро! А знаешь, как стреляют? Мы здесь, Кесла! Местис! Молодец! Первый экзамен ты выдержал! Давай второй! Где? Там он! Рука не могу показать! Здесь! Нет! Сюда! Ну, вот! И второй ты выдержал! Остался третий! Джон, летс гоу! Джон, поехали! А теперь ты нам расскажешь, дружок Чибан, как нам, короче, быстрее и безопаснее сюда добраться! А чтоб ты, мудак черный, не думал, что я шучу! Я тебе просто скажу! Нас, американский в рейджин, стану пиздец, как и тебе! Понял? Ну, если мы задачу НАТО выполним, я тебе, короче, слово русского десантника даю! Отпущу! Будешь своих баранов в странах пасти! Ну, ты же понимаешь, да, как это слово тут? Четвертый альбатросу! Четвертый альбатросу! Четвертый альбатросу! Руслан Шамаев, Нижний Алкун! Проверить наличие, в течение часа доложить! Если завтра в это же время не выйду на связь, всех родственников, всех детей убить! Всех! Все! Это джип Беслана Халтуева! Его брат вчера не приехал! Ищутся! А джип не доедет! Надо пешком идти через ледник! Это… ближе так! Руслан тогда поверил, что мы крутые! Особенно, когда мы лендровер в реку сбросили! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, вставай! Пошел! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай быстрее! Иван, почему ты его все время бьешь? О чем мне? Гуманитарную помощь ему давать? Ты помнишь, как они били тебя? Ты что, мстишь им? Нет. Это язык не английский. Это язык не английский. Быстрее сказал! Этот язык он понимает. А мы должны дойти и вернуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элеонор Либи. Бэби ту и уанна баб. Я знаю, о чем ты думаешь. Я сказал своим, чтоб твоих не трогали пока. Но парни мои лютые! Все сделаю, русский! Все сделаю! Все, привал, короче! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После убийства чеченской женщины, после смерти трех чеченских террористов, Иван захватил пленного, который ведет нас через этот ледник к базе террористов. Он очень дружески настроен. Помогает нам. Но Иван все время бьет его и не дает молиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я здесь через ушели проход знаю. Тут нет никто. Здесь все аул брошенный. После выселения Ногчи сюда не вернулся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, русский, ты из Москвы, да? Из Москвы. Там университет есть? Есть. А ты там учился, да? Все москвичи там учились. У меня дядя живет в Москве. Он не учился. Так он же не русский. У меня сын старший умный. Хочу, чтобы в Москве учился. У тебя знакомый есть? Есть, только это дорого очень. Деньги у меня есть. Хочу, чтобы у нас в Теппе политик был. Только он читает плохо. Да, это ничего. Это сейчас не важно. Главное, чтобы знакомый был, короче. Так это, поможешь, да? Легко. А если сын твой жив будет. Субтитры сделал DimaTorzok Давай, давай! Нормально! Держись вам! Я деньги замочил. Как того звали, у которого джип был? Бесла, Хатуев. Позывной какой у него? Хатуев не знаю, честно. Чей знаешь? Много чей знаю. Чей надо? Ну-ка, с Гугаеву свяжись. Лам-лам, жопло. Лам-лам, жопло. Лам, твезь ягу, хамелу. Абубакару. Безусловно. 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 Всех соединить в висо. Гугаевцы. Безусловно. 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 Аслан, у связи. Безусловно. Гугаев. Безусловно. Безусловно. У нас там интернет без меня. Это Иван. Салам, Иван Чего хочешь? Так, салам тебе сказал Мне сказали, этот англичанин деньги везет Опоздал уже он Я жду пока Как там, друзья мои? Хорошо все Я очень думаю, что ты правду говоришь Деньги он везет Только ты вот Аллахом поклянись, что не обманешь меня, Аслан Да Кто деньги передать? Да нет, ты не да Ты Аллахом поклянись, как положено У меня тут свидетель есть Правоверный мусульманин Аллахом клянусь Когда? Через 4 дня Будь на связи, конец Посмотрим, как вы Аллаха любите Надо за 2 дня дойти Понял? Мы дошли за полтора Руслан Руслан какими-то козьими тропами Вывел нас с грузинской стороны перевала Которая вообще не охранялась Теперь оставалось совершить обмен и уйти Джон! Короче Мы идем утром Ты с рацией У меня другая Спускаемся Ты забираешь Маргарет И ждешь там А теперь спи Тебе надо отдохнуть Давай Тебе надо отдохнуть Русские Он не сдержит клятва Я слышал, как он говорил Все Гугаевы живые собаки Гугаевы и Шамаю всегда рядом жили Только они здесь А мы там Через перевал Он кровник наш Они всегда через этот проход Наш скот воровали Наши деды воевали Потом мирились даже А когда уже вторая война была Он у нас 60 баран забрал Я воин говорит А ты чабан Брат отца твоего Деда моего убить хотел Испугался И ты такое говоришь А че ты мне это говоришь, а? Завтра он убьет американец Потом тебя Потом меня Ты не будешь отвечать по рации Моя семья тоже убьют Убьют Пора Пистолет Это граната Вот это тянешь и бросаешь Я знаю Ты можешь умереть Я знаю Это рация Если Короче Бросай гранату и прыгай в зиндан Повтори Я бросаю гранату И прыгаю в зиндан Ладно Ну че гордый чеченский чабан Умеешь из этого стрелять Не всякий Нохча умеет бараны пастить Но всякий умеет стрелять Короче Есть у тебя верный шанс Честь Тейпа спасти Эй Русский Уже скажи своим Чтобы моих отпустили Убьют Убьют тебя Могут Я твоя семья Теперь понял Защитишь меня Спасешь своих А когда увижу Что все конец нам Тогда и скажу Все пора Вот в книге и фильме Джон рассказывает Что вы жестоко избивали Чеченского пастуха Руслана Шамая А вы так просто Дали ему оружие Ну и че И не боялись Что он вам в спину выстрелит Да нет конечно У меня же семья В заложниках была ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Салам Аслан Салам Иван А ты горец Иван Я на равнине живу Мы выкуп привезли Пошли меняться Маги Маги это я Как ты Скажи что все нормально Маги 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 Где ключи Маги 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 Где ключи Где ключи Ключи где Там Там Маги Руслан! Нет! Выполнять приказ! Субтитры создавал DimaTorzok 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 А как же клятва, Аслан? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Рано! Здравия желаю, товарищ капитан! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Короче, мы попали. Асланам было теперь не прикрыться. Обратно через перевал с капитаном пройти было нереально. Единственный путь вниз вел через деревню, а там бородатых было, что тараканов в нашей бане. Капитан сказал мне тогда, на дерево залезть легко, а вот слазить трудно. Классный он все-таки мужик. Это он тогда придумал по реке уйти. Этого они, конечно, не ждали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Полис! Джон, целься и береги патроны! Давайте по спутнику попробуем! Запасливайте, сержант! Как тут чё? Да просто всё! Главное, спутник поймать! Ща настрой я! Алло, дежурный! Начала бы мне полковника Малыхина! Капитан Медведев, быстро давай! Слышно, как хорошо, а? Нам бы такую связь! Товарищ полковник, капитан Медведев! Да, я! Здорово, Коль! Слышь, обложили нас тут! В вертушку пришли, а? Пятеро нас! Двое англичан! Значит, Шатольский район южнее Тумкали! Тридцать четвёртый квадрат! Да! Там аул брошенный, в ущелье аул брошенный! Наверху башня древняя, вот мы в ней! treacold да, по-нам! Не знаю, думаю, щас продержимся! Площадки нет Ну давай Ну что там? Прилетят? 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 Тридцать пять. Тридцать пять. Ага. Да, конечно. Парни, дайте сигаретку. Долго еще? Да, все месяц. Да. Зачищли? Из Дрозного. Ага. Доброе утро. На, держи, премия тебе от НАТО за борьбу с международным терроризмом. Это английские деньги. Есть почти две тысячи долларов. А дальше вы знаете. Джон, сделав фильм, стал знаменитым. Меня за убийство милых жителей Российской Федерации привлечили к уголовной ответственности по 105-й статье. Я ведь уже гражданский был. Джон в фильме все рассказал. И про женщину в джипе, и про ребенка со стариком там на базе у Аслана. Когда он успел снять? Он еще и книгу написал. Моя жизнь в России. К нам он, конечно, не приехал. Там про меня показания давал. Зато смело чеченский чабан Руслан Шамаев приехал и подробно рассказал, как я пытал его, как цинично убивал чеченских женщин и детей. Он сейчас в Москве живет. Сын у него в московском университете учится. Маргарет за Джона так и не вышла. Капитану я еще тогда все деньги отдал. Он брать не хотел. А я-то уже знал, что он на гражданке. Потому и отдал. Жена благодарила потом. Писала, что ему несколько дорогих операций сделали. Он один заступается за меня. Хороший он все-таки мужик. Думаю, не посадят. Хотя хер его знает. Наши уроды Тобольские все в Москву смотрят. Че там? Че Путин по телеку скажет? Че там? Реформа судебная новая. А фильма я не видел. Сейчас прикольно было бы посмотреть. Моя звезда всегда со мной. Моя звезда горит внутри. И говорит мне, подожди. Постой чуть-чуть. Еще немного.